Добрый вечер! По-прежнему привет вам от авторского цеха студии Квартал 95. Новогодний концерт, принято подводить какие-то итоги. У меня что-то так замахнуло на глобальное, хочется подвести итоги не только этого года, а вообще просто с возрастом все чаще приходят мысли, что же после нас останется и как наши далекие потомки будут о нас судить и думать о том, чем мы сейчас занимаемся. Все эти мысли вывели, приобрели такую форму. Итак, через много-много лет наши более развитые, более мудрые потомки проводят раскопки на нашей территории. Отчет руководителя археологической группы. Рассчитываю на вашу фантазию и аплодисменты. Спасибо. Добрый вечер, коллеги. Во-первых, поздравляю вас с наступающим 12-016 годом. С вашего позволения начну. Наша археологическая группа провела масштабные раскопки на территории, где около 10-ти тысяч лет назад обитали древние укры. Изучив культурный слой почвы, содержащий остатки их жизнедеятельности, мы назвали этот период пластиковый век или полиэтиленолит. Древние укры занимали обширную территорию в географическом центре Европы. Первое, что нас заинтересовало, почему на окраинах Европы жилось намного лучше, чем в центре. Дело в том, что на Западе территорию укров ограничивали Карпатские горы, которые надежно защищали страну от европейского уровня жизни. На Востоке укры построили защитную стену. Эффективность этого сооружения просто поражает. Наши лучшие инженеры так и не смогли разгадать секрет, как 200 метров стены позволяли защищать 2000 километров границы. На севере располагалось государство белорусов. Мы пытались проводить там раскопки, но кто-то все выкопал до нас. На юге земли укров омывало морем. По одной из гипотез, они называли его черным, хотя по составу воды оно скорее коричневое. Нам удалось выяснить, что укры не были вегетарианцами, но при этом гуманно относились к животным. Судя по найденным рецептам, с неизвестного нам животного свинья, они съедали только несколько сантиметров верхнего слоя, а остальное животное выпускали на свободу. Города древних укров были соединены дорогами, которые очень заинтересовали нас своей конструкцией. Вот посмотрите, как они выглядят в разрезе. Впечатляет, не правда ли? Наши ученые нашли в этих неровностях четкую закономерность и смогли восстановить примерную форму колеса древних укров. Вот оно. Благодаря такой инженерной хитрости никто, кроме самих укров, не мог передвигаться по их территории. Вот посмотрите. Естественно, что на строительство таких высокотехнологичных дорог уходила большая часть бюджета, но, видимо, оно того стоило. Укры сами производили транспортные средства, и нам удалось найти кабину пилота одного из них. На борту этой капсулы сохранилась часть названия буквы «Т» и «Я». Скорее всего, это транспортное средство называлось «Ты и я», потому что управлять этим средством в одиночку на наш взгляд просто невозможно. Строение кузова доказывает, что укры были гостеприимным народом. Ни одна из дверей этого средства не закрывалась. Черного ящика мы в кабине не нашли, зато обнаружили вот такой предмет. Судя по отвратительному запаху, именно он и стал причиной гибели экипажа. Кабина «Ты и я» дает нам четкие представления о том, как могли выглядеть древние укры. Судя по посадке пилота, они были невысокого роста, с очень короткими ногами, причем колени у них сгибались назад. По-другому сесть туда просто невозможно. Особого внимания заслуживают раскопки в самом крупном городе Укров. На всех въездах в населенный пункт найдены одинаковые знаки. Это тот редкий случай, когда мы со стопроцентной вероятностью можем сказать, что столица Укров называлась ДПС ДАИ. В центре столицы был найден комплекс строений с вывеской «Лукьяновское СИЗО». Мы не знаем, что это означает, но, судя по всему, здесь обитала городская знать. Просторные помещения с удобной мебелью, бытовой техникой не сравнить со скромным убранством соседних девятиэтажек. Для того, чтобы простой люд не мог попасть во дворец, он был огорожен высокой стеной и колючей проволокой. Дальнейшие раскопки в столице показали, что сельское хозяйство здесь было очень почетным занятием. Найдено небольшое зеленое поле, в котором 11 человек работало, а 50 тысяч на них смотрело. Мы исследовали почву и выяснили, что эти 11 земледельцев выращивали в этом поле траву и, судя по доказательствам, найденным в раздевалке, сами же ее и курили. Также нас заинтересовали многочисленные строения, которые древние укры называли больницами. Вероятно, это как-то связано с болью или болезнью, но так как в этих зданиях мы не обнаруживали никакого медицинского оборудования либо лекарств, мы сделали вывод, что укры, почувствовав признаки болезни, просто приходили в эти самые больницы, садились в очередь и покорно ждали смерти. Цивилизация древних укров была высокосоциальной, они тщательно заботились о неполноценных членах общества. В самом центре мы раскопали красивую школу для умственно отсталых, рассчитанную на 450 больных. Каждое учебное место оборудовано примитивной развивающей игрой с двумя кнопками «За» и «Против». На случай, если кто-то из слабоумных не умел даже читать, кнопки были разного цвета. Обучение сводилось к пробуждению простейших рефлексов. Если больные нажимали на кнопки правильно, то их вели кормить на первый этаж. Как мы уже сказали, УКРы были очень гуманны и тем дебилам, которые за 4 года ничему не научились, давали возможность учиться еще и еще. Самой развитой среди этих слабоумных была группа под названием «Регионы». Они единственное оставили на своих столах надписи и рисунки. Вот, пожалуйста. На базе вышесказанного можно сделать определенные выводы об устройстве общества древних УКРов. Значение некоторых слов нам неизвестно, но, судя по многочисленным надписям, сохранившимся на стенах и заборах, УКРами на протяжении всей их истории управлял некто Козел или Козел, который раз в 5 лет менял фамилию. Большинство УКРов занималось производством и земледелием, часть занималась собирательством. Они собирались тех, кто занимался производством и земледелием и относили это к Козелу. Козел не все забирал себе, часть собранного он раздавал слабоумным, которые правильно нажимали на кнопки. Важную роль в управлении их обществом играло еще одно учреждение, полное название которого, к сожалению, не сохранилось. До нас дошли только несколько букв. Вот некая Ратура. Мы перерыли документы и выяснили, что работником Ратуры мог стать только тот, у кого в школе для слабоумных училось минимум три родственника. Скорее всего, Ратурцы выполняли роль жрецов. В жилище каждого из них было найдено минимум по 20 икон. А судя по другим элементам убранства их жилищ, по статуям, картинам, чеканкам, холодному оружию, в свободное от религии время, Ратурцы занимались грабежами на торговых путях, ведущих в город. Главным религиозным жрецом был генеральный Ратурец. Для того, чтобы стать генеральным Ратурцем, нужно было покрестить ребенка своего козела. Существует несколько гипотез, почему цивилизация Укров исчезла. Возможно, в какой-то момент быть слабоумным в их обществе стало более выгодно и почетно, чем здоровым. Возможно, что очередной козел, выбранный Укроме, превратился в козела намного раньше, чем обещал. Версий много, в любом случае мы продолжаем раскопки их культурного слоя. Не может быть, чтобы такой великий народ не оставил после себя ничего, кроме пластиковых бутылок. Нам очень хочется в это верить. Спасибо большое. По традиции привет вам от всего авторского цеха студии Квартал 95. Спасибо, приятно. На меня сегодня возложена великая миссия. Меня впервые попросили пригласить на эту сцену нашего гостя, звезду. Попросили как-то поярче представить и сказать что-то хорошее. Я как бы в основном шучу про политиков и хорошее про людей говорить не привык. Но все-таки попробую. Поговорим мы сегодня о таком певце, которого зовут Олег Винник. Есть такие, кто знают. Дело в том, что я очень волнуюсь. Во-первых, мне впервые доверили объявлять звезду с этой сцены, а во-вторых, мне сразу же досталась звезда, о которой я впервые слышу. Хотя вру, один раз я видел в городе его афишу, вот если можно, вот такую, да. Я думал, сначала может быть в магазине какие-то скидки или что-то, но потом мне объяснили, что это и есть певец Олег Винник. Итак, на базе увиденной мной афиши и той скромной информации в интернет, которую я нашел, я собрал вот такой рассказ об Олеге Виннике, его творчестве, сейчас попытаюсь представить его ярко и хорошо, как меня попросили. Итак, начнем, как обычно, начинаются биографии великих людей. Олег Винник родился в черкасах в семье обычного черкасчанина и черкасчанина и его жены. С юных лет Олега отдали в музыкальную школу по классу фортепиано, но настоящей его страстью были духовые инструменты. Родители поняли это, когда шестилетний мальчик начал дуть в рояль. В официальной биографии певца, но чтобы каждый раз не повторять Олег Винник, я иногда буду называть его певцом. Если это никого не сбивает с толку, то я как бы этот прием буду применять. Так вот, в биографии певца написано, что в начале 90-х немецкий город Фирзен и наш Канев, внимание, поддерживали культурные связи. Сложно представить, конечно, в чем это могло выражаться, но помня начало 90-х, скорее всего, из Фирзена в Канев возили видеокассеты. А из Канева Фирзен отправили Олега Винника. Там, в Германии, вокальный спектр Олега Винника поражается на таков музыке. Оказалось, что молодой талант может петь как тенором, так и ртом. В первое время в Германии не все гладко, денег не хватает даже на нормальные продукты, и Олег питается куриными потрошками. Именно тогда с легкой руки продавщицы Олег Винника прослыл сердцеедом. За время работы в мюзикле Олег так отшлифовал свой талант, что тот начал просвечивать через концертный костюм. Однако судьба искала Олегу Виннику новый путь. Однажды после мюзикла он ехал за рулем своей машины, увидел у дороги знак и понял, что это знак. Он всерьез задумался о сольной карьере, закрылся в комнате и начал отпускать волосы. Именно таким мы вскоре увидели его в Украине. Здесь же появляются его фирменные знаки Олег и Винник. Уходить в сольную карьеру было страшно, но он все равно стал певцом. Многие считают, что исключительно женщины без ума от Олега Винника, но это не так, на его концертах были замечены сумасшедшие обоих полов. Кто-то называет его украинским Стасом Михайловым, другие не оскорбляют и говорят, что он вполне нормальный артист. Я очень надеюсь, что ко всем перечисленным талантам Олега Винника можно будет добавить еще и чувство юмора, и после того, как я его сейчас объявил, он все-таки выйдет Аплодировать мы еще раз позовем Кончиту в Урске. Добрый вечер. По традиции привет вам от всего авторского цеха студии Квартал 95. Замечательный сегодня день. Не только концерт, но и выборы сегодня. Выборы прошли, результатов пока нет, но что-то мне подсказывает, что выбрали в принципе тех же. Поэтому ждать, что что-то радикально поменяется неоткуда. И можно с высокой долей вероятности сказать, что будет происходить в Украине в ближайший год, два и даже дальше. Поэтому мой прогноз на ближайшее будущее. 2016 год. Порошенко президент, Яценюк премьер. Экономику удалось стабилизировать, гривна падает с постоянной скоростью. С такой же скоростью в политику прибывают грузины. Верховная Рада отклоняет законопроект, предложенный неизвестным лицом о том, что тот, кто не продал свой бизнес, не может перестать быть президентом. Из-за тумана в Луганской области 752-й гум-конвой случайно обогнал 751-й. Все сбились со счета и просят начать заново. В России на Первом канале стартует зимняя серия игр «Что там у хохлов?» В Киеве заморозки. В связи с этим резко растут цены на недвижимость вблизи до сих пор горящих торфянников. Сотрудники СБУ вычисляют и задерживают агента германской разведки, который сливал Меркель информацию, во сколько Яценюк прилетит за кредитом. 2017 год. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет о создании новой новой полиции. Потому что старая новая полиция через два года оказалась такая же, как старая старая. Президент Украины Петр Порошенко наконец-то продает свой бизнес незаинтересованному лицу. Новая кондитерская фабрика Яцен прочно закрепляется на рынке. Савик Шустер переходит с канала рыбалка на Киев гор водоканал. Потепление отношений с соседями в Украину начинают пускать российских артистов. Как только Кобзон и Пореченков пересекают границу, российских артистов перестают выпускать. 2018 год Леонид Кучма чтобы не мотаться туда-сюда покупает квартиру в Минске. Олег Ляшко принял в свою радикальную партию вообще всех женщин, но его все равно продолжают подозревать. президент Петр Порошенко со словами «Да кого я нафиг стесняюсь» заводит у себя в поместье страусов. 2019 год осень в Украине снова выборы. В Киеве вовсю желтеют листья и плакаты Сергея Думчева. Борислав Береза перепробовав планы Б, В, Г и даже Ж переходят к плану И И снова проигрывает. По инициативе Кличко второй тур выборов проходит по упрощенной схеме и новым мэром становится Владимир Бондаренко который в третьем раунде вырубает Галину Герегу. Идем дальше. 2025 год. Чтобы не мотаться за кредитами туда-сюда Арсений Яценюк покупает квартиру в Берлине. На следующий день указом Ангела Меркель столицу Германии незаметно переносят в Мюнхен. У Коли сына Александра Григорьевича Лукашенко над верхней губой начинают пробиваться первые признаки президентства. Николай Азаров пишет книгу «Как я стоял на Майдане». Но санитары отказываются ее издавать. Заглянем еще дальше. 2050 год. Президент Украины Анзор Гордидашвили не может найти общий язык с лидером украинских националистов Геворгом Кавтанадзе. Президент призывает радикалов прекратить воровать женщин из чужих фракций, так как этот обычай противоречит третьему тосту Конституции Украины. В том же 2050 году с конвейера автозаза выходит первая машина с коробкой автомат. Мэром Киева с 12-го раза становится Геннадий Корбан. Пока Геннадий празднует победу, столицу Украины незаметно переносят во Львов. Россия признана мировым лидером по количеству ядерного оружия. После нового указа его можно носить с собой, а при наличии справки от врача использовать в целях самообороны. Хомячок Арсений Яценюка не проходит в полуфинал проекта «Голос хомяки». 2070-й год. Сборная Украины по футболу становится чемпионом Европы. Решающий пенальти взял бессменный голкипер Александр Шавковский, которого прихватил радикулит и, к счастью, он упал в тот же угол, куда пробил нападающий. Другие важные события 2070-го года заседание суда по делу Геннадия Кернеса переносится на две недели из-за залетевшей в здание пчелы. Президент России Владимир Путин IV отвергает подозрения ООН в том, что Академия наук проводит опыты по клонированию человека. В 2071-й на Троещине появляется метро. 2075-й Амельченко заявляет, что уходит из политики. В 2080-й Украина становится членом Евросоюза. Пока вся страна празднует, Евросоюз незаметно переезжает в Африку. На сцене Дворца Украина юбилейная программа квартала Нам 95. Народный артист Украины Владимир Зеленский из-за склероза четвертый раз подряд объявляет Валерия Житкова. Тот сослеп уберет не те бумаги и вместо смешного рассказа читает историю своей болезни. В зале по-прежнему смех, аплодисменты, потому что если в политике ничего не меняется, почему что-то должно меняться в наших концертах. Спасибо большое. Добрый вечер. Привет вам от всего авторского цеха студии Квартал 95. Спасибо, я думаю. всему многочисленному коллективу будет очень приятно. Пожалуй, две самых любимых мои темы для юмора это все-таки политика и, конечно, женщины. С тех пор, как главой Нацбанка Украины стала Валерия Гонтарева, выбирать темы для юмора стало намного проще. Хочу посвятить ей сегодня немного внимания вашего и своего. Тем более, что именно ей мы во многом обязаны тем, что наш нынешний фестиваль проходит не где-то там за границей, а на родине. Итак, не секрет, что многие дамы ведут секретные дневники. Вот у Валерии Алексеевны как раз такой дневник тоже есть. Ну, просто, судя по результатам ее работы, свободного времени на ведение дневника у нее предостаточно. Так вот, дневник Валерии Алексеевны Гонтаревой, главы Нацбанк Украин. День первый. Здравствуй, дорогой дневник. Ура! Я нашла работу. Меня назначили главой какого-то эмоционального банка. Или национального, я не расслышала. Завтра первый день, надо придумать, что надеть. День второй. Ужас. Почему мужчины такие невнимательные? Вместо того, чтобы оценить мое платье, весь день говорили про какие-то падения каких-то валют. После обеда получила ключи от Нацбанка и прозрела. Представляете, в хранилище всего 2 миллиона гривен. Это ж каких-то 10 килограммов черной икры. До чего довели страну? Ем и плачу. День седьмой. Отработала целую неделю. Доллар с 8 гривен вырос до 10. Интересно, это хорошо или плохо? День двенадцатый. Я поняла. 10 гривен за доллар это было хорошо. А вот 12 40 это уже проблема. День тридцатый. Пора садиться за квартальный отчет. Доллар 13 96 Ладно, подожду еще 4 копейки, легче будет считать. День 42 доллар 15 Шла по улице, узнали валютчики, поймали, подбрасывали вверх, целовали руки. Любят меня народ. День 44 Сегодня шла мимо того же обменника, очень удивилась. Деду лет 80, но по его словам он вытворял бы со мной такое, что и молодые позавидуют. Все таки любят меня народ. День 48 Переходила дорогу как положено по пешеходному переходу на зеленый. Три машины дернулись с места. Побежала, спустилась в подземку. Ланос не отставал. День 52 11 00 звонит президент. 12 00 блин, брать не брать. Какой же курс ему сказать? Попробую погадать на кофейной гуще. Погадала. На дне чашки четкая надпись выкручивайся сама, я с тобой не сяду с уважением кофе. день 57 с этой гривной явно что-то не так. 12 00 повесила над дверью в кабинет оберег от нечистой силы. 12 05 не могу попасть в кабинет. Вечером не завелась машина, домой поехала на метро. Хорошо, что ехать недалеко. Что там? Клок волос, оторванная рука в два подзатыльника и я дома. День 61 пора что-то делать для укрепления гривны. Съездила в церковь, поставила свечку. Не зажглась. 20 00 смотрю передачу Вагитнов 16 Деточка, мне б твои проблемы. День 72 10 утра пришла на работу пускай через окно зато не били. Смотрю новости женщина родила 8 детей рабочий день остается 8 часовым в зоопарк привезли осьминога. Все по 8 доллар сволочь 24 надо что-то с этим делать напилась включила военгу плачу. День 88 юбилей сотый пропущенный от Порошенко «Скорей Украина вступила в ЕС говорят в Европе в тюрьмах телевизор и кормят хорошо». Вечером пошла к гадалке по поводу сглаза «Теперь на мне еще и порча». День 105 22 «Спасибо что открыл мне глаза «Деньги бумага все мирской тлен лишь душа бессмертна сделай так чтобы в следующей жизни я вселилась в тело которое будет заниматься своим делом». С уважением Валерия Гондарева Спасибо большое.